Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. Половина намеченных показателей уже достигнута. Например, в этом году по нацпроекту «Жилье» в Югре в эксплуатацию введут более 1 миллиона квадратных метров жилья, а к 2024 году 6 миллионов. Также свыше тысячи аварийных домов расселят. Депутаты отметили, что эффективная и своевременная реализация всех нацпроектов поможет повысить качество жизни югорчан уже в ближайшие несколько лет. Число заболевших продолжает увеличиваться. За сутки в Югре зарегистрировали 141 подтвержденный случай коронавируса. Больше всего заболевших в Сургуте. Здесь ковидом заразились 35 человек. В Ханты-Мансийске 30, в Нижневартовске 19, в Нефтьюганске 12. В остальных 13 муниципалитетах число заражений не превышает 10. На данный момент коэффициент распространения инфекции составляет 1,4. Стоит отметить, что за сутки от коронавируса в округе вылечили 77 югорчан. Таким образом, за весь период пандемии выздоровели 20 781 человек. В Югре продолжается вакцинация против сезонного гриппа. Прививки особенно показаны детям школьного возраста, так как они входят в зону риска. Если учителям ставят вакцину всем без исключения, то ученики могут сделать это по желанию. Причем сделать это можно прямо в учебном заведении. В школы по заявкам приезжают специальные мобильные бригады. Вакцина проверенная, отечественная. Единственное противопоказание – это аллергия на куриный белок. Вакцину делают на его основе. Уже через одну-три недели после прививки вырабатывается иммунитет. Все желающие также могут поставить прививку против гриппа в поликлиниках по месту жительства. Либо в мобильных прививочных пунктах абсолютно бесплатно. Мы прививаем вакцины против гриппа СОВИГРИП. Эта вакцина инактивированная, она облегченная. Она содержит только фрагменты вируса. В составе ее антигены вируса гриппа А и Б, а также адюван-савидон. Адювант – это вещество, которое повышает иммунный ответ. Преимуществом детской вакцины является то, что она не содержит консерванта. Вызвать врача через мессенджер. Теперь такая услуга доступна пациентам второй поликлиники Нижневартовска. Сервис для вызова доктора на дом появился в WhatsApp, которым пользуется практически каждый второй житель города. Чтобы вызвать врача, достаточно указать имя, дату рождения, адрес и причину обращения и отправить сообщение в больницу. За три дня такой услугой воспользовались более 20 вартовчан. Также с помощью мессенджера оформили 16 заявок на лекарства. Пациентам услуга настолько понравилась, что они предложили внедрить ее и в других поликлиниках. Если новая практика хорошо себя зарекомендует, она появится еще в двух медучреждениях. Три ДТП произошли на дорогах Югры за прошедшие сутки. Пять человек получили травмы. В Нижневартовске Хонда выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пострадали три человека. Помимо этого, госавтоинспекция задержала 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Один из них повторно. Еще четверо отказались проходить тестирование. 24 автолюбителя привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Еще столько же за нарушение требований к перевозке детей. Молодежь Нижневартовска сегодня с утра вышла на субботник. По предварительной информации, в акции приняли участие около 500 человек. Это студенты вузов и среднеспециальных учебных заведений. Для уборки выбрали территорию Комсомольского озера. Ее специально разделили на зоны, выделив наиболее загрязненные участки. Молодежная акция завершает череду Нижневартовских субботников. Неделю назад в международном экопроекте «Сделаем» приняли участие около 4000 человек. Всего же в столице Самотлора за август и сентябрь провели около 30 субботников. Кстати, победитель сегодняшней экологической акции получит в награду Кубок чистоты. Рекорд прошлого года – 215 мешков собранного мусора. Молодежный субботник в принципе у нас традиционно проводится на озере Комсомольского, а именно в осенний период, потому что вся масса субботников, как правило, прошедшая с весны, когда прибрались, потом после лета приходится прибираться снова. Перед зимой, соответственно, традиционное место. Говорящие книги помогут учиться лангипасским школьникам с ментальными нарушениями. Это специальные цветные иллюстрированные издания с крупным шрифтом. Их особенность еще в том, что в комплекте с каждой такой книгой идет волшебный карандаш – современный мини-гаджет. Стоит прикоснуться этим карандашом к книге, и персонажи сказок оживают и начинают говорить. Для детей так интереснее. А педагоги уверяют, что перед воспитанниками с ментальными нарушениями, а их в школе около 20 человек, говорящие книги открывают большие, больше возможностей для обучения, помогают тренировать память, а также развивать речевые и слуховые навыки. Эти книги – это огромная помощь не только детям, но и педагогам. Потому что с использованием данных книг мы развиваем и познавательную активность ребят. Мы делаем интересным и увлекательным их путешествие по миру знаний. Поэтому данные книги, я думаю, будут только хорошим подспорьем и педагогам, и детям. Центр социальных и благотворительных инициатив «Содействие» в Советском районе получил финансовую поддержку на реализацию программы «Дома лучше». Этот проект поможет детям с особенностями постигать новые знания и умения. Как средства гранта могут усовершенствовать адаптацию маленьких жителей района, и на что направят почти полмиллиона рублей, узнаете из нашего следующего сюжета. В период самоизоляции дети с ограниченными возможностями оказались особенно уязвимыми, так как курсовая реабилитация в медицинских и социальных учреждениях в это время не проводится, а их родители не получают должной поддержки. На помощь пришли специалисты-участники проекта «Дома лучше». Если мы приходим в семью, а мама говорит нам о своих проблемах, мы проводим дополнительно диагностику, специалист выявляет, какие же препятствия у ребенка, по какой причине у него не развивается та или иная функция. Например, почему ребенок не развивается, почему ребенок не разговаривает. И мы помогаем маме выстроить те действия, которые будут способствовать этому развитию. В своей работе специалисты применяют специальные пособия для занятий с особенными детьми. Например, утяжеленное одеяло помогает детям ощутить свое тело. Часть президентского гранта потратят на такие пособия, а также на дополнительное обучение сотрудников. Педиатр и психолог пройдут курсы на базе Санкт-Петербургского института раннего вмешательства. В результате помощь получат минимум 10 семей с особенными детьми. Специалисты смогут проконсультировать всех желающих. Сейчас неутешительно и растут нарушения у детей. Если брать 500 детей примерно рождается в районе, и 30% нуждаются либо в краткосрочной консультации, либо в сопровождении постоянном, то это порядка 400 детей, которые могут быть потенциально нашими клиентами от 0 до 3. Главное условие программ «Дома лучше» – активное участие самих родителей. Если в семье родился недоношенный ребенок или малыш с нарушениями, а также если что-то беспокоит в развитии малыша, можно позвонить в центр или зайти на страницу «Счастливый малыш» ВКонтакте. Елена Келяна, окружная телерадиокомпания «Югра» при содействии Первого Советского. К этому часу это все новости. Увидимся на телеканале «Югра». С 22 по 27 сентября в КВЦ «Югра-Экспо». Крупнейшая пятигорская выставка ярмарка меха в Ханты-Мансийске. Меховая фабрика «Ангелина Зэм» приезжает в город Ханты-Мансийск не первый раз. У нас действует акция скидки до 70%. Также есть акция обмен старой шубки на новую. Оцениваем ваше изделие от 10 до 50 тысяч. Богатый выбор и привлекательные цены. Широкий модельный ряд более 2000 изделий. Актуальные модели на все вкусы. Цены напрямую от производителя. И честная рассрочка без переплат на 36 месяцев. Фабрика «Ангелина Зэм» более 15 лет на рынках всех регионов России. Высокое качество изделий подтверждено гарантией и сертификатами. С 22 по 27 сентября выставка продажа «Ангелина Зэм» ждет жителей и гостей Ханты-Мансийска в КВЦ «Югра-Экспо». Каждый день с 10 до 20 часов. Продолжение следует...